Всем привет! Я рада приветствовать вас в гостях у Счастливой Хозяйки. Если вам интересно, что я купила для дома, то оставайтесь со мной. Итак, я вам сегодня хочу показать свой набор покупок из магазина Порядок, из магазина Магнит Косметик, из всяких там хозяйственных магазинов. В общем, у меня здесь целая куча всего. Надеюсь, что вам будет интересно, все вам понравится. Если вам нравится такой формат роликов, то знаете, что делать. Ставьте лайки, пишите комментарии. В общем, давайте начинать. Первое, что я вам хочу показать, это куча-куча салфеток. Я почему-то, вы знаете, последнее время... Ой, сейчас буду скрипеть. Ай-яй-яй-яй-яй. Я последнее время ханатею от салфеток. Только никому не говорите, потому что мне кажется, это... Серьезно. Я покупаю салфетки, я просто наслаждаюсь ими. Я даже не знаю, я особо не вытираю ими рот. Ну, разве что какими-нибудь вот такими вот обычными, белыми там, да. А вот всякие красивые такие под тарелки. Мне очень-очень нравится, как они смотрятся. И, знаете, ой, ну ладно, скажу. Если, допустим, я стилю салфетку под тарелку, и она после еды никак не потеряла свой внешний вид, я кладу ее обратно в пачку. В общем, да, счастливая хозяйка. Салфетки. Итак, у меня здесь салфетки. Вот эти вот салфетки у меня, по-моему, из магазина FixPrice. Мне они понравились, потому что они такие яркие. Здесь вот тыковки, здесь виноградик, здесь подсолнухи. Конечно, все это абсолютно из разных времен года собрано. Ну, может быть, не из совсем разных. Здесь и орешки, и ягодки какие-то. В общем, они такие веселые, цветные. И на желтом фоне, мне кажется, они очень-очень крутые. 33 на 33 сантиметра. Я вообще довольно как слон. Следующие салфетки вообще я покупаю... Ой! Я покупаю вот такие вот обычные, ну, такого обычного формата салфетки, только белые. Ну, вот эти ягодки, они такие милые, мне показались. Это из магазина Порядок. Тоже они там буквально рублей 15, что ли, стоили. Здесь 50 штук. Так, из... Не помню, из какого магазина. В общем, здесь из разных магазинов салфетки. По-моему, это из Магнита. Вот такие вот милые розочки. Кстати, у меня есть идея тоже, допустим, куда-то в Инстаграм фотографировать на вот разных салфетках еду. Мне кажется, будет очень круто и очень интересно. Кстати, сегодня будет очень много покупок для Инстаграма. Да. Так, вот такие вот зеленые цветные. Здесь вот тоже какие-то хвостики петушиные. Вот такие вот. Мне очень-очень сильно понравились. Здесь нефилевая башня. В общем, здесь всего-всего понамешано. Здесь и триумфальная арка. Ну, в общем, я так понимаю, Париж. И... Ну, такие черно-белые. Мне показалось довольно стильные салфеточки. Такие прям крутые. Так, вот новогодние. У меня прям, знаете, почему-то новогоднее настроение. Ноябрь месяц у меня новогоднее настроение. В общем, вот такие вот колокольчики, снежинки. По-моему, очень круто. И еще одни новогодние. Это вот такой вот снеговик. Ну, снеговик ничего особенного. Просто мне показалось, что он очень интересный. Я буду Вероничке под корелочки класть. Я думаю, что ребятенку будет очень-очень интересно. Ой, смотрите, какие вот эти классные. Вот мимо этих я вообще не смогла пройти. В них вроде бы нет ничего особенного. Они такие, знаете, как детские пеленки. Но, по-моему, они такие милашные вообще. Даже не знаю. Ну, мне понравились. Вот. Вот эти тоже не смогла обойти стороной. Полосатые. По-моему, тоже классные-классные такие. Вот. И последние. У меня там еще куча на кухне лежит. Не стала их брать с собой. Но тут самые такие основные. Вот эти вот тоже по расцветке очень понравились. Мне кажется, с белой тарелкой будет смотреться очень даже круто. Вот так вот. Так что я фанатею от салфеток. Не знаю, что со мной случилось. Вообще, что-то со мной в последнее время происходит. Я на какие-то вещи, падкая, на какие раньше вообще не обращала внимания. Так, для дома, для семьи вот такие мастер-блеск губки. Вы знаете, в последнее время... А где они? Еще одни у меня тут были где-то. А, вот они. Ну да. И вот такие вот губка... Губка Макси. В общем, вот такие вот губки. Последнее время я подсела на крупные губки. Раньше я любила маленькие, такие, знаете, чтобы прям в ладошки умещались, чтобы они так за пределы ладошки не выходили. А сейчас мне понравилось мыть посуду такими вот крупными губками. И, кстати, я уже сто раз говорила, что я беру только вот такие вот. То есть я не беру какие-то там жутко дорогие или какие-то специальные, там специализированные для каких-то определенных типов тарелок. Я видела, кстати, такие. Беру просто обычные такие губки и там выкидываю их по мере их разложения. Вот, так что, да. Вот такие вот, кстати, очень люблю именно из магазина Порядок. Вот именно вот эти вот. Они разного размера есть, но вот они классные. То есть у них вот эта часть твердая не отскакивает от них. Ну, Мастер Блеск, это такие обычные, не знаю. Они иногда разлагаются прям сразу в руках. Иногда вроде ничего. В общем, губок у меня теперь целый запас. Так, и салфетки. Смотрите, что я взяла. Тут у меня куча салфеток. Взяла вот такую вот салфетку для пола из микрофибры. 50 на 60 сантиметров. В общем, вот так она выглядит. Она большая. Она очень большая. Такая вот зеленая. И я думаю, что буду использовать вместо моего полотенца для пола, потому что оно уже отошло от дел. А вот эта вот вроде новенькая, такая симпатичная. И микрофибра, конечно, микрофибры очень-очень удобно вытирать и пол, и все поверхности. Так что я вообще фанатею от микрофибры. И вот такая тряпка для мытья пола вискозная. Солнышко называется. Это уже, конечно, не такая многоразовая, как предыдущая. Это просто чисто вот там, ну, что-то такое вытереть. Тоже довольно большая. Ну, посмотрим. Посмотрим, как она будет справляться. Я все-таки склоняюсь больше к многоразовым тряпкам. Хотя это тоже, конечно, можно там и постирать, и высушить. Но вот это вот при сушке и стирке, потом, да, после сушки и стирки, выглядит намного более привлекательно, чем вот такие вот. Ну, вот такая микрофибра универсальная салфеточка. Это не буду разворачивать. Такая вот обычная, просто маленькая, 30 на 30 сантиметров. Вот еще одна точно такая же. Еще взяла вот такой попробовать люкс. Это салфетка для мытья окон. Да, вот очень-очень я на нее большие надежды возлагаю, потому что у меня обычно, чем бы я ни мыла, все равно остаются либо разводы, либо вот какие-то мелкие-мелкие ворсинки. Так что попробуем мыть окна вот такой вот салфеточкой. Посмотрим, что из этого выйдет. Ой, она такая, знаете, как будто резиновая. В общем, ну, видите, да, она так мнется, и остаются заломы. В общем, я думаю, что можно ее, в принципе, разрезать, наверное, на две или на четыре части и мыть там зеркала. Ну, и вот такая вот Академия Комфорта. Это я в магнит-косметике брала тоже универсальная, 30 на 30. Ну, здесь ничего особенного. Она, по-моему, из... Да, из вискозы. Вообще, дорогие салфетки никогда не беру. Здесь вот они, видите, такие вот маленькие. То есть, ну, просто как обычные такие салфетки. Их тут много-много-много. То есть, ну, такие одноразовые. Я думаю, что можно будет что-нибудь со стола смахнуть, если... Знаете, как обычно какие-то тряпочки или полотенца. Жалко, допустим, если что-то разольется яркое там, или компот, или, допустим, паста томатная, что-нибудь такое. Просто вытереть и выкинуть, и забыть. И последнее. Вот такой мастер-блеск. Салфетки вискозные. Тоже здесь три штуки. Ну, тоже такие самые обычные. По-моему, они тоже 30... Нет, 30 на 40. Такие вот. Вот еще на кухню взяла вот такой вот совок с щеткой. У меня с совок с щеткой уже отошли от дел. И уже давным-давно нужно их заменить. И вот я нашла такие зеленые красивые. У меня, кстати, такая щетка большая есть. Вот такой же расцветки. Но, к сожалению, с нее вот эта расцветка уже слезла. Я думаю, что тоже ее пора уже заменить. Ну, вот, мне кажется, такой жизнерадостный совочек очень неплохо впишется в интерьерчик моей кухни. И, кстати, очень-очень удобные вот такие вот маленькие наборчики. Потому что можно очень быстро что-то смести с пола. И не нужно вот эти вот длинные щетки доставать. И длинные совки. И вот я прям даже вот эти люблю больше, чем большие щетки. И упаковки мешков для мусора. Обычно я беру вот такие вот в службу быт. Они очень-очень классные. Мне они нравятся. Вообще, я прям от них фанатею. 60 литров, 30 штук. И они прям вот прочные. Они выдерживают чуть ли не человека. Ой, следующая такая штука классная. Не знаю, что из этого получится. Потому что я первый раз беру. И в интернете, конечно, много красивых картинок с этим. Но не знаю, что будет у меня. В общем, такие вот силиконовые формочки для яичницы. Здесь есть сердечко вот это красное. Там синенькая звездочка. И вот этот зеленый, по-моему, здесь мишка. Ну вот мишка здесь. Давайте откроем, посмотрим. Ну да, смысл в том, что мы кладем вот эту формочку на сковороду, я так понимаю. Сверху наливаем яичницу. И она якобы должна получиться в форме вот таких вот милых зверюшек, звездочек и всяких там фигурок. Поживем, увидим. Что получится, не знаю. Обязательно покажу вам какие-нибудь фотографии, что из этого выйдет. Вообще, знаете, у меня руки из одного места. Поэтому я очень сомневаюсь, что это прокатит в моей семье. Но почему нет? Они что-то там не очень дорого стоили. И решил попробовать. Вот. И теперь пошли покупки как раз для Инстаграм. То есть, смотрите, я взяла тут несколько салфеток для того, чтобы фотографировать еду. Помимо вот того, что у меня здесь, тут куча салфеток. Я взяла такие тканевые. И мне кажется, что на них будет очень-очень круто смотреться именно фотографии там еды. Ну, опять же, я привязалась к фотографиям еды. Это не значит, что я постоянно буду еду на них фотографировать. Возможно, что-то еще. Но именно они просто для кухни. Поэтому. Ладно, смотрите. В общем, вот такая вот сеточка черная. Мне кажется, она будет здорово смотреться на бежевом столе. Ну, на таком деревянном. И посмотрим тоже, как будет выглядеть на ней что-нибудь для Инстаграм. Но мне она очень понравилась. Следующая салфетка от нее вообще в восторге. Тут такие вот розочки на бордовом фоне. Я не знаю насчет того, что она будет очень хорошо получаться на фото. Потому что она, видите, такая с переливами. Возможно, если будет вспышка или что-то такое, может быть, она не очень будет круто смотреться. Но, во всяком случае, вот эти вот салфетки, они пойдут мне для съемки видео. То есть, если что-то показывать крупным планом. Потому что обычно у меня проблемы с фоном. И вот как раз фоны я себе в этот раз набрала. Вот такие вот салфеточки. Ну, в принципе, их, конечно, можно использовать и для дома, и для еды. Для подставки под еду. С этой стороны она какая-то такая якобы кожаная. Но я буду использовать, конечно, для Ютуба и для Инстаграма. Вот, еще такая салфетка тоже. Вот эти, кстати, можно вполне себе использовать под еду на кухню. Вот такая вот плетеная. Она пластиковая, наверное. Мне кажется, да, пластиковая. 45 на 30 сантиметров. Тоже как подложка под съемку, например, чего-то крупным планом. Или под, допустим, те же самые фотографии еды. Я думаю, будет очень-очень здорово. И последняя салфеточка. Это вот такая зеленая. Вот на ней будет здорово как раз смотреться еда. Ну, мне так кажется. Может быть, что-то еще будет тоже очень круто выглядеть. Так что вот такие вот салфеточки я взяла. И что еще касательно Инстаграма и моего канала. Я здесь взяла немного посуды. Но посуды не для того, чтобы каждый день из нее есть. А для того, чтобы это все красиво выглядело в видео. Потому что я помню, что вам не понравилась там моя кастрюля. Там огромное количество комментариев было негативных. Что значит, почему ты не помыла кастрюлю? Она у тебя фу-фу-фу. На самом деле, та кастрюля, она вообще не подлежит восстановлению. И я, например, понимаю, что та чистота посуды, которая у меня есть на данный момент, она для моей семьи оптимальна. Но также я понимаю, что для видео, наверное, все-таки этого недостаточно. И я взяла несколько тарелочек. Они не супер крутые. Они очень-очень дешевенькие. Но я думаю, что они будут именно неплохо смотреться на видеороликах. Потому что они, смотрите, такие зеленые. У меня зеленая кухня. И если делать какие-то кулинарные ролики, то мне кажется, будет здорово, если, допустим, хотя бы все тарелочки будут одинаковые. То есть, допустим, такие салатнички. Здесь можно, допустим, порезать что-то в разных салатничках, потом как бы смешать все это. Я просто хочу, чтобы именно картинка тоже вас радовала. Не только результат приготовленного блюда. Ну и меня, конечно, тоже радовало бы. То есть, это, в принципе, не для того, чтобы пользоваться ежедневно. Потому что если пользоваться ими ежедневно, то они скоро придут в то же состояние кастрюльки, которую вы видели. Но вот время от времени, возможно, для съемок буду использовать. Точно так же взяла, для тех же целей взяла вот такие вот тарелочки. У меня вообще идея есть, но я пока не буду ее разглашать. Потом посмотрите. Вот такие вот белые тарелочки. Ну тоже чисто, знаете, допустим, камеру если направить, то в белой посуде намного лучше смотрится все, нежели там, допустим, в какой-то цветной. Поэтому я думаю, что будет круто. Вот такие вот тарелочки взяла, допустим, под салатнички. Здесь их не очень много. Допустим, для смешивания что-то вот такая вот у меня тарелочка, вот такая тарелочка для смешивания. То есть все взяла в зеленом стиле и все поставлю куда-нибудь наверх кухни. Время от времени буду доставать и радовать вас какими-нибудь кулинарными рецептами. Для дома, для семьи взяла вот такую вот форму для выпечки. Она с антипригарным покрытием. И эти формы у меня разлетаются очень-очень быстро, потому что они довольно быстро выходят из строя. Но они классные, потому что к ним по первости вообще ничего не пригорает. Так что будем печь с Вероникой пирожки. Может быть, что-нибудь вам покажем тоже. Вот такая вот формочка была мною приобретена. И еще одна формочка силиконовая. Вот такая зеленая. Я обожаю этот цвет. Вот у меня кухня точно такая же. Я просто вообще влюбилась в эту форму, когда ее увидела. Я не смогла с ней расстаться. Она высокая. Сюда влезет довольно большой пирожок. И не только пирожок, может быть, какая-то запеканка даже. Я очень люблю все выпекать в духовке. И вот эта форма для меня, например, просто находка. Потому что здесь такое ребристое дно. Смотрите, не знаю, видно вам, нет? Она, правда, в клееночке. Но я думаю, что понятно. И вот именно вот эти бортики, они, по-моему, просто идеальны. Она круглая. И я довольна вот этой вот покупкой. Вообще просто, наверное, больше, чем всем остальным. Ну и еще, что касается видео и инстаграм, взяла я наборчик вот таких вот тарелок белых. Потому что, мне кажется, белое, оно не отвлекает внимание от самой еды, от фона. И вообще, мне кажется, белые тарелки это очень-очень круто. Единственное, они у меня все в одном экземпляре. К примеру, вот такая вот большая. Она, знаете, такая полукруглая, полуквадратная. Мне очень понравилась форма ее. Также точно такой же формы взяла чуть поменьше тарелочка. Тоже мелкая такая для второго. И для супа взяла тоже вот такую вот круглоквадратную. Мне кажется, будет здорово, если именно что-то приготовить такое. И вот в том же самом видео или в инстаграм показать. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм. Вот. И маленький салатничек взяла вот такой. Правда, формы не было, как у предыдущих тарелок. Но я решила не ждать несколько недель, пока завезут. Взяла вот такой салатничек. Я думаю, что если что, в следующий раз пойду и куплю какой-нибудь вот такой вот формы. Ну вот. То есть, такой вот наборчик небольшой посуды для... Не хочу говорить, что прямо вот конкретно для инстаграма или конкретно для съемок видео. Но, скорее всего, это именно для этого и будет. Потому что вообще повседневная посуда у нас есть. Но она, как показала практика, очень-очень-очень убого смотрится именно на фотографиях. Потому что у меня тарелки прозрачные. И такое ощущение, что еда просто на столе лежит. И это как-то не очень. Ну, во всяком случае, мне не очень нравится. А мое мнение для меня важнее всего. Конечно, это не значит, что эти тарелки будут исключительно для видео. Я из них не буду есть. Но основная мысль в том, что тарелки, которые для дома, они, даже если красивые, не всегда выигрышно смотрятся в кадре. В том числе на фотографиях, допустим, и на видео. И хочется, конечно, чтобы картинка в моих роликах была просто очень-очень крутой. На этом мои покупки для дома для семьи подошли к концу. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Напишите, что вы купили в этом месяце для своего дома. И напишите, нравятся ли вам форматы именно таких видеороликов. То есть, например, покупки хост-товаров или покупки, не знаю, чего-нибудь посуды. Ну, чего угодно. Из фикс-прайса или все что угодно. Напишите внизу в комментариях. Я это учту при дальнейших съемках. Благодарю всех за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok